Вы знаете 10 заповедей? Не убей, не укради и не спи много. Попадают ли собаки в рай? Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге. Поверите судьбу? И да и нет. А что это такое? Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории. Почему Бог нас сразу не сделал хорошими? Чтобы у работы было больше. Глаз народа. Глаз народа. Вошлось в прямом эфире. Привет-привет, дорогие друзья. У нас вторник, 16.00. Это означает, что в эфире, как и всегда, программа «Глаз народа». Владислав Юртов у микрофонов в качестве ведущего. Сегодня у нас уже не первый раз замечательный человек в гостях. Диакон Евангелической Литуранской церкви Ингрий Евгений Раскатов. Привет. Здравствуйте. И не менее замечательная Дарья Сочнева, которая у нас организатор Госпол-фестиваля в церкви Анна Кирхи, да? Да, здравствуйте. Также у нас еще фотокорреспондент. Все верно. И просто классная девушка. Слишком много слов. Друзья, сегодня мы говорим о музыке, о ее роли в церкви, о ее уместности, ну и так далее, тому подобное. Такой маленький анонс, зачем-то я сделал, обычно я этого не делаю. Почему так получилось? Почему не делаешь? Обычно, когда ты меня зовешь, я с утра обновляю твой ВКонтакте каждые пять минут, чтобы посмотреть, о чем мы будем говорить. Слушай, ну я как-то, да, но обычно я это не делал в эфире прямо перед началом, ни разу не рассказывал, о чем мы будем говорить. Ну ладно, друзья, секрета тут нет, но эффект неожиданности должен быть какой-то. Друзья, 8800-333-1706, это телефон прямого эфира, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио, задать вопрос». Кстати говоря, на этом сайте есть еще одна кнопка, это ваш вклад, через эту форму вы можете пожертвовать на радио Teos, на наше развитие, на нашу деятельность. Любую сумму, которая вам по душе, желательно не менее трех нулей, чтобы в ней было. Но это, конечно же, по вашему усмотрению. Viber WhatsApp, плюс 7, 977-850-0996, также приложение радио Teos позволяет слышать нас и писать нам в прямой эфир, задать вопросы, комментировать. В общем, участвуйте как можно активнее в нашем эфире. Евгений, у тебя на сайте, на твоем, на твоей социальной странице указано место работы новое какое-то. Да? Да, но раньше там было написано что-то одно, а теперь написано, что ты работаешь, ну не работаешь, там написано просто, да, как в качестве статуса твоего. Евангелическая лютеранская церковь Святой Анны, или как-то так. Да, да, до этого у меня там было написано «Свободный человек». Свободный человек, а теперь ты уже нет свободный человек. Ну, я просто понял, что большинство людей, которые залазят ко мне на страницу, они залазят, вот увидев меня, ну как-то связанным с деятельностью Святой Анны. Поэтому, чтобы придать, ну такой официальный статус, подумать, а так залезут, посмотрят, а, это не он. Просто свободный человек. Это какой-то свободный человек мимо проходил. Вот, а так я поставил, что, ну, чтобы у людей было меньше вопросов. Интересно, что ты это заметил, вот что. Я это заметил, потому что я-то знаю, что ты всё-таки диакон другого прихода лютеранского, ну, был, по крайней мере, да? Ну, у меня сложная схема. Жизнь у тебя сложная. Ну, я работаю в миссионерском отделе, а церковь Святой Анны, она управляется миссионерским отделом, вот. И поэтому, получается, что вследствие того, что я служу в миссионерском отделе, я служу и в церковь Святой Анны. Я понял. Дарья. Да. Каким образом вас занесло в эту компанию, в нашу мужскую... Всё же не просто так происходит. Всё не просто так? Бывают случайности, но которые... Которые не случайны. Не случайны. Ну, случайно, конечно же, совершенно случайно. Зимой я работала на съёмках одного фильма, и один из съёмочных дней был в церкви Святой Анны. Вот. Но я туда не попала, но мне очень хотелось там побывать. Вот. И я следила за новостями на странице Аннынкирхи, вот, когда же будут проходить очередная экскурсия. Я, собственно, увидела, когда она там будет проходить, пришла туда и снимала сама для себя репортаж. Вот. А Женя увидел камеру у меня в руках, так посмотрел на меня внимательно и сказал, фотки пришлёшь? Я сказала, пришлю. Таким голосом? Ну, да, вот как-то так. Он был очень занят своими мыслями о том, как ему вести дальше экскурсию. И поэтому он очень был сосредоточен. Женя, ты ко всем подходишь к таким вот невозительным вопросам? Фотки пришлёшь? Нет, он сказал, он, конечно, обратился ко мне на «вы». Ну, это было просто очень короткое обращение, и всё. И всё. А потом мы уже стали общаться ВКонтакте, и так получилось, что Женя меня пригласил помогать в организации госпел-фестиваля, чему я была очень рада, потому что я была на мастер-классе у Акима зимой. И тогда я ещё не была с Женей знакомой, и в Анненкирхе я тоже тогда не была ещё ни разу. Но я была на мастер-классе. И это произвело такой, я даже не знаю, как это сказать, просто взрыв у меня в голове. Я потом ещё неделю ходила, пела эти песни, и не могла успокоиться никак. Я всегда завидовал людям, которые умеют петь, у которых есть голос, потому что у меня, как я думаю и считаю, нет, в чём я уверен. У меня совсем нет голоса для пения, и вот у меня такая белая зависть, человек умеет петь, любит это делать, так здорово, так классно. Жень, ты что-то хотел сказать? Нет. А, нет, ты меня спросил, и ко всем ли я так обращаюсь грубо или... Неуважительно. Неуважительно. Фотки пришлёшь. Да, да, нет, вовсе нет, очень стараюсь вежливо обращаться. И Даши я тоже запомнил, вот она выделяла среди всех остальных, потому что она очень активно... Вот, знаете, когда экскурсию проводишь, стоит группа людей, и она стоит, на тебя смотрит. А вот Даша, она там хопа такая вынырнула из этой группы, потом поднырнула откуда-то из другого места. Вот, я подумал, наверное, хорошие фотографии будут, Рассан. Да, фотографии хорошие. Да, да, можно посмотреть на сайт. Может быть, ты обратил внимание просто на её какой-то уникальный фотоаппарат, Рассан, что она фотокорреспондентна? Нет, не уникальный фотоаппарат. Нет, вот именно на поведение. На поведение? Да, да, да. Друзья, если вы хотите стать организаторами Госпл-фестиваля следующего, то у вас есть вариант, вот только что подсказка была, да, возьмите какой-то фотоаппарат, приходите в ванной кирхе и подныривайте, выныривайте из отопы людей. Всё проще, можно просто прийти и искать своё желание. Более того, к нам приходят различные люди и говорят, вот я хочу помогать, хочу помогать, а потом они пропадают. А вот уникальность Даши, что она ещё и не пропала. Пока. Да, да. То есть, у людей вот такое первое желание, которое высказано, оно не всегда совпадает с тем, с чем они реально хотят заниматься. Поэтому, когда человек к нам приходит, мы ему очень рады. Пусть приходит и заявляет о своём желании, не обязательно каким-то так вот, как сказать, из-за угла на арбузной корке подъезжать. Хорошо, последнее время, может быть, конечно, это связано с тем, что я, в принципе, слежу за христианской культурой, да, и за аннекирхи, в частности, за тем, что там происходит. Но мне всё больше и больше попадаются на глаза разных афиш везде, в интернете, где-то ещё, где написана такая странная фраза, как вечер хорового и церковного христианского прославления. Под этим понимают, и я задал вопросы, ты знаешь, задал вопросы самым разным людям, что они у нас в церкви, да, в моей церкви, что они под этим понимают. И все люди, вот все, реально все люди говорят почти, ну, абсолютно разные вещи. То есть, есть группа людей, которые, конечно, что-то общее предполагают под этим словосочетание церковного прославления. Обычно называется «вечер хвалы и поклонения». Ещё, да, ещё вот такая фраза есть, и я решил спросить у нашего города, Санкт-Петербурга, а что же они понимают, как они вообще представляют, что это такое церковное прославление, слушаем. Какие ассоциации возникают у вас с выражением церковное прославление? Ну, это, прежде всего, становление человека на пути к нравственности, гуманности, не знаю, чтобы он был порядочный. Духовность? Молитвы или какие-то церковные песнопения? Ну, это прославлять святых, верить в Господа Иисуса Христа. Ну, что-то такое душевное, наверное. Да никаких особенно. Никаких. Никаких. Жить по совести. Церковное прославление, ну, я понимаю, это связано с церковью. Мы относительно верующие, как все советские дети. Прославление Бога в песнях, гимнах, в молитвах. Какие ассоциации возникают у вас с выражением церковное прославление? Нехорошее. Глаз народа. Дарья Юрьевна, у вас возникают нехорошие ассоциации с выражением церковное прославление? Нет, нехороших у меня не возникает. А вы знали что-нибудь про церковное прославление вообще, про тот же самый Госпел до того, как попали на мастер-класс? И как вообще туда попали? Как я попала на мастер-класс? Ну, да. Ой, такая запутанная история, почти детективная. Я знала про Госпел, давно знала про Госпел. Госпел – это прославление Господа, собственно, при помощи музыки. Эта музыка появилась в Америке, в баптистских церквях, по-моему, если ничего не путаю, давным-давно. Не очень давным-давно, всего лишь 100 лет назад. И в основном в приходах для чернокожих эта музыка исполнялась, потому что она очень энергичная. Это энергичный танец. Танец? Ну, нет, это... Я помил. Это энергичное пение, и люди, собственно, впадают в некоторое, как это сказать, на такое удивительное состояние души, когда душа у тебя очень открыта. Ты прям... Каждое твое слово, каждый звук, который ты произносишь в процессе пения, он... Ты знаешь, что он произносится не просто так, это, по сути, молитва, это пропевание псалмов тех же самых. Вот, но благодаря тому, что музыка очень зажигательная, энергичная, ты, ну, в общем, открываешься со всех сторон для того, чтобы отдавать вот эту энергию или получать... А это особое состояние не похоже на какое-то зомбирование там или что? Нет, оно не похоже на зомбирование совершенно. Мне кажется, каждый человек, который поёт и который любит музыку, очень хорошо представляет, что такое получать удовольствие от пения. И не знаю, как так... Ну, к сожалению, не к сожалению, но суть в том, что вот та музыка, которую, например, мы слушаем последние, там, не знаю, лет 10 или 20, ну, это я про себя говорю, это моё личное ощущение, в ней очень мало гармонии и музыкальности как таковой. Музыки христианской или вообще музыки? Нет, в принципе, в большом счёту. Ну, то есть мелодичность и гармония, она как-то ушла немножко на какой-то второй план. Возможно, на первый план вышли какие-то технические вещи, чисто технические вещи, из которых можно составить какой-то, не знаю, там, сэмпл или... Вот. А госпел-музыка – это вот то, что я могу, не знаю, сама вот сказать, вот какая-то... Для меня это слово настоящее, да? То есть вот музыка, музыкальная музыка, как бы это глупо или тавтологически не звучало, да? Ну, то есть это то, в чём есть гармония, в чём есть этот позыв, призыв к тому, чтобы петь и получать удовольствие и двигаться. И всё это ещё ко всему приносит... Ну, то есть две задачи каких-то решаешь одновременно. Скажи, а человек, который однажды услышит госпел, не музыкальный человек, без слуха, он потом так же не перепутает никогда, и услышав другую музыку, да, в другом исполнении, он скажет это госпел. — Я думаю, что по определённым признакам, если он, допустим, не услышит, ну, если не послушает полпесни в жизни, услышал полпесни, тяжело сказать потом в будущем, что вот это является госпелом, вот это является госпелом. Если он услышит, например, там хотя бы 10 песен таких, то, наверное, не перепутает ни с чем. — То есть, в принципе, эта музыка узнаваемая, да? — Узнаваемая, конечно. — Жень, скажи, пожалуйста, прославление Бога – это обязательно пение песен, либо в этот словосочетание, в эту формулу словесную можно включить что-то ещё, потому что ты даже слышал, да, люди говорили, ну, разные вещи. — Да, но они причём не говорили ничего близкого к тому, что обычно подразумевается под этими вечерами поклонения или как там их называют. — Прославление. — Прославление, да. Вот у меня тоже ассоциации не очень хорошие, когда я слышу такое слово-выражение «вечер поклонения», «вечер прославления», потому что это действительно часто бывает попытка, ну, даже верующего человека, вот именно в музыке, а она сама по себе музыка – это сильная вещь, найти вот это прикосновение Бога. Но у меня вот нет такой уверенности, что через это это достигается. Наоборот, если через это, то возникает, ну, такое сомнение, а вот, ну, допустим, разные, знаете, там, ну, Кришнаиды или кто-то там, кто мантры повторяет одни и те же, тем самым вводя в себя, ну, в такое же состояние. — Особое состояние. — Особое состояние, да. Вот, поэтому, когда мы говорим именно о прославлении, как о музыке, ну, вот я могу сказать, что в лютеранской литургии есть шесть гимнов во время литургии, и один из них всего лишь называется гимном прославления, он второй поётся после отпущения грехов, все остальные гимны, у них иной смысл. Что касается прославить Бога, Бог, ну, не нуждается в прославлении, ну, вот неужели, ну, Бог создал людей, чтобы они вот так ему… Ну, Бог же, правильно, Он творец. Мы бы не создали, например, хомячка, который бы нам говорил, что там, я вас люблю, я вас, я тебя люблю, я тебя люблю. Не в этом же смысл, правильно? Вот, поэтому Бог прославляется, точнее, человек видит прославление Божье не только, и я думаю, что не столько через музыку, а через дела других людей, и не столько даже через слова там, а прочее. Жизнь верующего человека, она вся должна прославлять Бога, должна быть такой большой проповедью. Вот, я думаю… Ну, ты же слышал, да, один из людей сказал, один из мужчин, по-моему, и женщина тоже говорила о том, что прославление, на её взгляд, это и есть, в общем-то, молитв, какие-то дела, да, что-то… Жизнь твоя должна прославлять Бога. Да, я с ней совершенно согласен. Жизнь твоя должна прославлять Бога. Музыка вообще сама по себе вещь сильная, и она неизбежно связана с церковностью, то есть и церковь, и любая религия, она сопровождается музыкой. Даже вот здесь мы на Горьковской сидим, мы проходили мы в мечети, где есть большой минорет, я не знаю, поёт здесь мы един или нет, но предполагается, что даже в мечети есть пение там, то есть в любой религиозности есть музыка, и это сильная вещь. Что касается церкви Святой Анны, то ещё недавно, до 2002 года, там был рок-клуб, и этот рок-клуб настолько был, скажем так, сильный, что стал причиной пожара и полного опустошения вот этого здания. То есть это было сильно, но в другую сторону. Разрушительно. Да, разрушительно сильно. А теперь то же самое происходит, тоже музыка, и даже музыка христианская, музыка, в которой, кто исполнитель, действительно прославляет Бога, слова и всё остальное, она теперь созидает. И, кстати, по поводу гармонии и всего остального прочего, вот мне кажется, что в современной музыке, и в христианской в том числе, теряются стихи как раз, и смысловое наполнение. Вот у нас есть сборник гимнов, и там собраны гимнов от IV века до... У нас в Ультуран, конечно. Ну, нет, ну, баптисты, наверное, тоже. Ну, просто про нас я точно знаю, что у нас есть там гимны и IV века, где Иоанн Златоуст писал, и там гимны, которые писал Менделеев, и там гимны Бортнянского, и современных тоже композиторов. И слушать современные, ну, трудно сопоставлять. Вот те гимны там XVI-XVII века, насколько они духовные были, насколько они были христоцентричные, насколько они, ну, возводили человеческий ум к Богу, то есть, а не просто, вот знаете, повторение, знаете, там есть песня там, «Мы поем тебе хвалу, ибо ты великий там...» И так полчаса примерно. Да, и так 16 раз. Вот, все-таки, ну, вот, может быть, это время такое, что трудно усвоить больше двух строчек, и их надо еще 15 раз повторить. Но вот, мне кажется, что теряется в современной музыке, это вот именно смысловое наполнение. Даша, а как вы много внимания своего уделяете в Госпале, именно содержанию, текстом, то, о чем люди поют? Ну, лично вы им. Вы знаете, я просто хочу немножко Жене ответить на его вопрос, который он ставит перед обществом, относительно того, почему тексты стали такими простыми. Ну, вот эти все старые тексты, которые писались там в XIX веке или даже раньше, естественно, люди, во-первых, не знаю, степень или как бы уровень или, как так сказать, число воцерковленных людей, оно было совершенно другое, совершенно другое. И люди имели привычки молиться утром, днем и вечером большинство семей. И литературный язык, появившийся вместе с Пушкиным, он дал возможность писать эти стихи. Ну, то есть, это то же самое, как в живописи, да, это когда живопись очень долгое время была религиозной. Вся живопись была посвящена деяниям Господним и всему, что с этим связано. Точно так же, мне кажется, и со стихотворной формой, то, что касается стихотворения или наполнения смыслом тех же самых песнопений церковных, вряд ли за последнее время появилось действительно какое-то количество душевных, наполненных, литературных, в том числе, точки зрения текстов для прославления, не знаю, Бога, для песнопений церковных. Вы знаете, мне сложно на ваш вопрос как-то ответить однозначно, потому что в православной церкви, когда я прихожу на службы, я вам честно скажу, я большую часть того, что поётся, не понимаю. Я не знаю наизусть всего того, что поёт хор. Есть несколько, допустим, песен, которые исполняются в церкви, которые я знаю и которые я могу подпевать. А я была на службе в литератской церкви, и мне очень понравилось и радостно было, и приятно, что можно пропевать псалом, и ты понимаешь каждое слово, и ты можешь его осмыслить и сделать моментальный вывод в голове и прочее, и прочее, и проникнуться не только действительно музыкой, которая в тех же самых псалмах довольно простая, примитивная, то есть три ноты обычно бывают. Тем не менее, в это текстовое и смысловое наполнение другие вещи ставят на первый план. Я понял, спасибо. Жень, ты сказал такую фразу, опять же, словосочетание христианской музыкой. Христианская музыка, христианская музыка. Что же это такое? Мы выясняли, и чем они отличаются от обычной музыки. Жители Санкт-Петербурга послушаем. Глаз народа Чем отличается христианская музыка от обычной? Ну, я считаю, для меня это ассоциация с церковным хором. Не знаю, более такая светлая духовная музыка. Не скажу. Христианская, в принципе, она настроена на то, что Бог – это голова, словам которого должны подчиняться, следовать. Видимо, несет какие-то другие мысли, чем обычная. Больше душевности, может быть. Ну, как любая специальная музыка, вот христианская, религиозная музыка. Как любая религиозная музыка отличается от обычной. Она вводит в особое состояние человека. Ну, она более такая спокойная, какая-то умиротворяющая. Правильной позиции. Не слушал. Ее содержание направлено на прославление Бога. Ну, честно говоря, церковную как-то могу только в церкви слышать. Ну, она как-то душевная равновесие у человека появляется, когда слушаешь церковную музыку. Чем отличается христианская музыка от обычной мирской? Не знаю, подачей и смыслом. Ну, христианская музыка – это, во-первых, как бы церковное песнопение. Вот, и нету в ней ничего такого, чтобы могло общество, так сказать, развращать, что ли, как-то. Глаз народа. Последний ответ молодого человека вообще был классный, да? В ней нет ничего такого, что способно развращать человека. Да, это был хороший ответ. По-моему, самый лучший ответ из всех ответов, которые были даны. Ну, наверное, не знаю. Ну, да. А Даша что думает по этому поводу? Чем отличается христианская музыка от обычной? И есть ли вообще такая какая-то грань явная и очевидная между христианской музыкой и мирской музыкой? Наверное, мне кажется, что музыка, если мы говорим просто о музыке, без слов, о нотах, то, возможно, есть какие-то канонические правила, по которым можно отличить церковную музыку и христианскую. Ну, вот, опять же, тут грань такая, церковная или христианская? То есть, что ты будешь считать для себя христианской музыкой? Я не знаю, в Страве сидел Кузнечик, если ты просто пропоёшь её просто вот так вот без слов, если она поможет тебе в это время, не знаю, молиться, к примеру, то почему бы и нет? Ну, опять же, грань какая-то. Музыка. Мы говорим о словах или мы говорим о музыке? Женя. Ну, музыка, конечно, сама по себе нейтральна, она не христианская и не антихристианская. Конечно же, мы говорим о содержании, я так подозреваю. Ну, и вообще, вот это словосочетание христианское, что бы то ни было, например, христианская музыка, для меня в последнее время имеет негативные, скорее, ассоциации, потому что, например, вот у меня бутылка воды. Чем отличается бутылка воды христианская от нехристианская? Но христианская бутылка воды – это, как обычно, только хуже. По качеству, к сожалению, часто те, кто занимается производством христианской музыки, они теряют в качестве тем, что это христианское. И раз христианское, значит, есть специальная публика, которая готова эту музыку употреблять. Хава, я бы сказал. Помнишь, как у нас был известный певец такой, если его можно певцом назвать, представитель шоу-бизнеса, который придумал фразу «People have it». Я не знаю, кто это придумал. Ну, это один из солистов группы «Carmen» такая была, «People have it» – это его изобретение. Богдан? Как точно, да. Понятно. Ну вот, и мне кажется, что часто, к сожалению, современная христианская музыка, она немножко не дотягивает до музыки, которую называют мирской, или светской, или секулярной, какой угодно. Да. К сожалению. Но есть, скажем так, классическая христианская музыка. Например, Бах. Он писал кантаты. Кантаты – это вокальные произведения, посвященные тому или иному событию в литургическом году. Там, допустим, прошлое воскресенье было, четвертое воскресенье после Пасхи. И вот у Баха есть три кантаты, написанные на евангельские отрывки, которые читаются на четвертое воскресенье после Пасхи. То есть, и так на каждое воскресенье. Ну, а не на некоторые больше. То есть, назвать эту музыку христианскую, конечно, христианская музыка. Вот. Бах – он христианский композитор. И эта музыка сегодня исполняется там в филармонии, в консерватории, где угодно. Вот. И это высококачественная, очень хорошая музыка. Когда современная христианская музыка пытается подражать современной нехристианской музыке, вот тут возникает пробел. Вот это как раз возникает подражание такое. Это как, знаете, петь песню Высоцкого хриплым голосом. Вот как-то это, ну, когда кто-нибудь другой поет. Как-то это не очень. Ты пробовал? Высоцкого хриплым голосом я-то, может, и пробовал. Но сейчас же я не буду это делать. А кто нет? Я нет. Я нет. Ой, несчастные вы люди. Я попросил. Ну, что ли покраснело при этом? Не знаю, от стыда или от за нас, или за себя. От удовольствия. От удовольствия. Нет, нет, да. Опять-таки, кстати, музыка Высоцкого иногда тоже можно называть христианская. Ну, или там вот у нас недавно лекция была, посвященная 30-летию выхода альбома U2 «Дерево Джошуа». И там очень интересно, лектор разбирал эту музыку, и он утверждал, что вот это и есть самая настоящая христианская музыка, где христианство не вываливается на лопате готовая, а наоборот, музыка, которая заставляет задуматься и увидеть вот в этом как бы красоту мысли, красоту идеи. Растёт вместе с тобой. А? Растёт вместе с тобой. Да, да, да. Поэтому вот рекомендую «Дерево Джошуа», 30-летний данный альбом мой исполнился, вполне себе христианство. Джошуа, это, кстати, Иисус Навин. Хорошо, но вот Датча сказала о том, что для неё сама музыка, вот ноты, да, они не могут быть христианскими там или не христианскими, что важнее содержание. Если мы говорим о музыке, в смысле о песне, да, то есть там слова важны, и тогда можно понять, христианская музыка, она или христианская. Правильно я тебя поняла? Я просто пыталась в понятиях определиться. Говорим мы о музыке или говорим мы о песнопении каком-то. Слушай, ну я думаю, что мы можем говорить в совокупности, потому что есть же, например, христианский рэп, то есть там вроде... Да, покайся, например, диджейль. Все покайся. Я увидела недавно маршрутки. Там слова, там слова говорят о Боге или о каких-то вещах, связанных с Богом, да. Вот Женя говорит о том, что Бах писал кантаты, и он изначально предполагал, что эта музыка будет исполняться в конкретном месте, по конкретному поводу, да. И в этом смысле она является, конечно же, христианской, хотя миллионы людей по всему миру слушают её, даже не задумываясь об этом, они просто слушают музыкальные произведения. Да, даже не зная о том, что это означает. Так и есть. Ну, большинство людей, я думаю, на самом деле. Но вот Госпел-фестиваль, о котором мы говорим, он тоже не то чтобы обращён на сугубо церковную публику. В принципе, это музыка Госпела, она тоже шагнула уже за пределы церкви давно. Это значит, Спиричелс был, да? Госпел-то Спиричелс был когда-то давно, да, и развился он в Госпел. Ну, я вот в терминах не знаю, но если мы говорим о современном Госпел-музыке, то мы найдём множество современных исполнителей, включая Юту, которых я только что привёл, которые исполняют вроде не христианскую, не то что там они поют «Иисус тебя любит» или что-то такое, а стараются подражать этому стилю и играют в этом стиле. Там Майкл Джексон, Уитни Хьюстон. Да, Майкл Джексон же это Госпел изначально был у него, да? Five Jackson's Five, да, возможно, наверное, не знаю. Уитни Хьюстон, да, та же самая. Ведь у неё очень много Госпел-произведений. Ну, у неё не вся музыка в стиле Госпел, просто какие-то произведения, которые с хором поются. В этом тоже нет ничего плохого, что христианская музыка шагнула за пределы церкви, и наоборот, в этом и есть смысл христианской музыки как в миссионерском инструменте, что человек, может, он просто идёт на концерт, но содержание песни, той же кантаты Баха, возможно, заставит его задуматься, о чём Бах думал вообще, когда писал это. Хорошо, я вас понял. У вас два непохожих друг на друга мнения. Мы не сговаривались. И это здорово. Но мы вернёмся через буквально минуту, послушав маленький ролик как раз про Госпел-фестиваль. Радио Теос приглашает всех желающих на Международный Гаспел-фестиваль, который пройдёт 19 и 20 мая в Санкт-Петербурге. Зародившись на Юге Америки, музыка в стиле Гаспел завоевала почитателей во многих странах, в том числе и в России. Фестиваль начнётся с мастер-класса шведского гаспел-композитора Иоакима Арениуса, участники которого смогут стать частью международного сборного хора и выступить в основной программе фестиваля вместе с музыкальными коллективами из России, Финляндии, Швеции и США. Мастер-класс пройдёт 19 мая в 18.00 в храме Архангела Михаила по адресу Санкт-Петербург, Средний проспект Васильевского острова, 18-Б. Основная программа фестиваля начнётся 20 мая в 18.00 в древнейшей лютеранской церкви Петербурга, церкви Святой Анны, Анны Кирхи, по адресу Санкт-Петербург, Кирочная улица, дом 8. Организатор – Централизованная религиозная организация Евангелическая лютеранская церковь Ингри на территории России. Подробнее о фестивале узнайте в социальной сети ВКонтакте по ссылке vk.com.spb.gazpo Потрясающий Александр Анисимов рассказал нам про будущий Госпел-фестиваль. Он также ведёт программу, кстати, Soundcheck на радио Теос, которую вы можете слушать. И о её расписании, о её выходах эфира можете посмотреть на сайте teos.fm, где Саша Анисимов рассказывает про ту музыку, которую он любит, которая, наверное, каким-то образом может понравиться и вам, в том числе, друзья. Ну, так вот, Женя у нас сказал про то, что, как ты ещё раз определил прихристианскую музыку, она определяется как музыкой, как нотами, да, так и содержанием. Примерно так. Ну, скорее, всё-таки содержанием. Даша сказала о том, что только содержанием. Неправда. Как неправда? Ты всё напутал. Как же неправда? Ну, о том, что музыка нота... Нет, я сказала... Нет, мы с Женей сошлись, в общем-то, на том, что музыка – это нейтральная, в общем-то, вещь, которая принадлежит всем и вся. Но какие-то моменты в любой музыке могут назвать её христианской. Хорошо, но мне казалось, что Женя всё-таки, он немножечко подтянул одеяло на себя, в том смысле, что музыка тоже может быть нотой, нотой в смысле, да, мелодия тоже может быть христианская. Да, ну, нет, это совершенно верно. Я говорю, что какие-то канонические вещи, ну, те же самые кантаты, которые специально написаны были для служб, естественно... Нет, ну, есть определённые ассоциации, скажем, в человеческой голове. Допустим, ну, музыка – тяжёлый металл. Она в церкви, ну, за исключением... Ну, конечно, есть металли-месса или что-то такое проходили, ну, скажем, но это скорее... Ну, в целом она не ассоциируется у людей с музыкой церковной. Вот, и в обратную сторону, скажем, органная музыка, хоровое пение, вот как сегодня сейчас пели, там, с хлопками, оно немножко у людей вызывает эту ассоциацию. Если даже в смысл слов не вкладывать, ну, какую-то христианскую идею, ну, спеть о том, что, там, я люблю велосипед или что-нибудь такое, но спеть это вот так вот, у человека будет уже, ну, как бы ассоциация, что это какая-то, ну, музыка церковная. Ну, знаешь, когда поют на английском языке, или там, или на французском, или на ком ещё угодно, на шведском языке, узнавая музыку, многие даже не вникают вообще в текст. Ой, знаешь, что я сейчас вспомнил, интересно? Что? Вот, смотрите, у нас есть интересная вещь. В начале, ну, в начале Богослужения читается такой отрывок, называется «Интроид». Это может быть Псалом, например. Вот читается Псалом, и он заканчивается следующими словами. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Вот почему эти слова читаются? Потому что если их не произнести, тогда непонятно, о чём этот Псалом мог читаться, там, например, святели иеговы, мормоны, там, эти самые, мусульмане, евреи, кто угодно. Но, когда мы говорим, ну, в конце завершим, «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», мы обращаем внимание на Троицу, то есть на то, что мы наполняем это христианским смыслом. Вот когда я сюда ехал, я сюда слушал такого музыканта, не знаю, знаете вы или нет, Матис Яху его зовут. Он еврей, хасид, то есть, ну, по сути, как раввина, если вы посмотрите, как он выглядит, он с этим спейсами, с кипой. Но и тоже, и поэтом вроде как про Бога, про веру, про молитву. Но вопрос, это христианская музыка или нет? То есть, и человек неподготовленный может подумать, что это христианская музыка. Но он же не христианин, он иудей. Хорошо, ты сказал про тяжелый металл, и мы слушаем вопросы про дьявольские инструменты. Как они обозначены? На все случаи жизни, что ли, вопросы? По-моему, скажи. Глаз народа. Какие музыкальные инструменты нельзя использовать в церкви? Без понятия. Пути Господни несповедимы. Барабаны. Барабанную установку. Я думаю, наверное, барабаны. Ну, я думаю, гитару. Ну, такие современные джаз, я думаю. Я думаю, нет таких инструментов. Я не знаю, какие музыкальные инструменты нельзя использовать в принципе. Не читал, не в курсе. Барабаны, возможно, нельзя. Ну, все, что создает какую-то громкую атмосферу, которая никак не подходит к церковной обстановке. Ну, эстрадные какие-то громкие барабаны, это исключается. Ну, инструментам это, наверное, не имеет значения, смотря что на них играть. Гитары, барабаны. Я бы сказал, что все можно. ГЛАЗ НАРОДА Евгений Раскатов, слушая ваши ответы, друзья, ответы города Санкт-Петербург сразу же полез в Библию для того, чтобы что-то найти. Да, 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 пытался найти в псалме, не успел, быстро вы ответили. Часто в начале псалмов написано, для каких инструментов он предназначен, для струнных. И, по-моему, ударные там тоже есть, насчет барабанов. Но цитры, это вообще, в принципе, ударные инструменты. Да, да, да. То есть, ну, конечно же, мое мнение, нет таких инструментов. Ну, реально нету. И, конечно же, любая музыка, она может быть сыграна по-разному. И, используя одни и те же инструменты, можно совершенно, ну, различные играть, различная подача. То есть, ну, важно все, как это подается. Вот у нас в церкви часто снимается там вот не только кино, как я сказала Даша, но иногда и видеоклипы. И когда нам пишут авторы, ну, желающие снять видеоклип в церкви, я обязательно прошу их высылать песню, содержание и описание, как они собираются это подать. Потому что от этого очень многое зависит. И, то есть, опять-таки, сами инструменты, они точно так же нейтральны, как и ноты. Но их можно использовать совершенно по-разному. То есть, человек все равно, человек приходит в церковь с каким-то таким бэкграундом, с воспитанием. И, конечно, допустим, если играть тяжелую музыку, ну, в современной церкви, это будет... Хотя, ну, не знаю, мне кажется, ничего греховного в тяжелой музыке нету. Но просто она немалым количеством людей воспринимает, допустим, я плохо воспринимаю тяжелую музыку. Во-вторых, может вызывать, ну, просто нежелательные ассоциации. Что у людей, в принципе, вот такая музыка ассоциируется с чем-то таким, ну, нечистым, с чем-то таким грязным. Так зачем просто провоцировать людей и эту музыку подавать ради чего? Даша Юрьевна, ваше мнение по этому поводу. — Опять же, наверное, буду отвечать тавтологии. Инструменты — это инструменты. Ну, ты как, не знаю, как фотоаппарат, он тоже инструмент. То есть неважно, чем ты снимаешь, по большому счету, хоть на камеру обскоро сделай себе коробочку с дырочкой и снимай. То, как это сделаешь, ты будешь... Ну, это будет... То, что ты сделаешь, это будет твоим продуктом. То же самое с инструментами. Ты можешь с ними сделать все, что угодно. Ты можешь как возвысить что-то, так и унизить. Поэтому, наверное, тут дело не в том, на чем ты играешь, а для чего и с чем. — Не связано ли это с тем, что вы, ребята, всякие довольно молодые, да, по возрасту? — Довольно, да. — Я имел это, что все-таки... Ну, у тебя нет бэкграунда никакого, да? Твое любимое слово, и мое тоже бэкграунд. Я очень часто про него говорю. — Почему нет? У всех есть, как нет? — У тебя нет бэкграунда такого христианского, я имею, да? Ты довольно... Ну, у тебя же родители неверующие. — Ну, нет, я, конечно, не был воспитан, да. В смысле, не конечно, а просто не был воспитан в христианской вере с детства. — И если мы возьмем людей старшего поколения, они скажут, что барабанов там... Ну, потому что это не духовно. — Потому что они никогда не слышали, не задумывались о том, что... — Не, почему? Они готовы слушать такую музыку, вот те же самые барабаны, да, или там гитару, ту же самую электрогитару, но в рамках не церкви, там, не храма, а в рамках музыкального какого-нибудь помещения, ну, концертного зала, да? — Ну, это совершенно верно. Вообще человек приходит в церковь, ну, куда бы то он ни приходит, с таким небольшим чувством ожидания. Он что-то ожидает увидеть, допустим, он приходит в церковь, он ожидает, что церковь, она, ну, вот она выглядит вот так вот. То есть она, ну, древняя, она там с крестом на куполе. Он входит, ну, там должен быть священник, он как-то должен в одежде быть, с крестом наживать, что-то такое. То есть если его встречает человек в джинсах и кедах, то, может, он засомневается, это вообще священие. Хотя, опять-таки, ни в джинсах, ни в кедах ничего греховного нет. — Я вам, друзья, открою большую тайну. Евгений Раскатов пришёл в кедах, в таких хипстерских кедах, но при этом у него вот колорадка-то пастырская одета на нём. — Ну да, ну и сегодня у нас выходной. Ну, то есть есть определённые ожидания. И относительно музыки тоже человек приходит в церковь, он, ну, там, будет играть орган или хоры петь, ну, какая-то такая спокойная музыка. А если музыка, Настя, неритмичная какая-то такая, ну, непонятная, да, да, что-нибудь там, рэп читают, то он засомневается, ну, как бы у него не сойдётся в голове. Хотя, опять-таки, ну, ничего плохого в рэпе нет, конечно. Это тоже стихи, определённым образом они разложены. Ну, ничего страшного. Вот. Поэтому ничего страшного, если человек рассчитывает в церкви слушать такого рода музыку, а вне церкви готов слушать и гитары, и барабаны. — Хорошо, но ты готов, как, скажем так, диакон церкви, да, литург, как у тебя было написано, да, не у тебя, а на сайте Анны Кирхе, или где-то ещё было написано, что ты литург. — Ну, литург, это кто-то ведёт литургию. — Ну, да, я это имел в виду. Ты готов в своё богослужение включать не только органную музыку, там, или пианино, а что-то именно такое менее духовное, типа барабанов или электрогитары? — Ну, почему бы и нет? Вот, кстати говоря, в следующий раз к сене у нас будет два богослужения, одно в 11 часов, это оно будет с госпел-хором, которые приезжают, это как бы они у нас будут гости на богослужение в 11 часов, а в 3 часа уже будет литургия классическая с органом, ну, с литургией. Я не вижу в этом проблемы. Я вот прямо не готов со следующего воскресенья так сделать. Во-первых, некому играть, а во-вторых, ну, незачем. Мне кажется, это незачем. То есть, ну, я как миссионер мыслю, это скорее людей оттолкнёт от церкви, чем привлечёт. Если хорошо молодёжь в церкви, если им нравится, ну, можно там определённые молодёжные какие-то собрания устраивать, там можно эту музыку исполнить. Приезжала к нам, ну, вот из Финляндии там группа, они с барабанами, с гитарами, после богослужения такой небольшой концерт сделали нам, очень хорошо было. Так у нас много концертов проходят, с барабанами, с чем вы хотите. Вот, а именно в литургию включать, ну, я просто не вижу смысла, в этом нет реально практического смысла. Хорошо, но это, возможно, связано с тем, что у нас другая страна, другая культура, потому что, например, если мы берём африканских, эфиопских христиан, да, и даже православных эфиопских христиан, они же в свои литурги и прямо в церкви устраивают танцы с бубнами. Ну, ничего плохого. Там это нормально, да. У нас это ужасно было бы, наверное, воспринято там. Ваше любимое слово «бэкграунд» тут работает. Нет, ну, вот вы отдыхать поедете в Турцию, там люди ходят, знаете, в купальных костюмах, обмотанными полотенцем, ну, или чем-то таким. Ну, это не значит, что по Санкт-Петербургу мы по центру города тоже можем ходить в купальных костюмах, обмотанные полотенцем. То есть, ну, есть… Потому что холодно. Да, да, ну, и не только поэтому, но, в принципе, это, ну, будет выглядеть странно. Хотя где-нибудь «Сакрамент» это будет нормально. Да, да, и один и тот же человек будет ходить и так, и так, да. Ну, или, знаете, в бусах в таких вот больших, Настя, где-то-нибудь в Таиланде ничего вроде, а здесь как-то это странно будет выглядеть. А ты вот пришел в кедах хипстерских, опять же, я повторюсь. Это просто кеды, почему они хипстерские? Ну, потому что там, я не буду говорить фирму-производителя этих кед, но обычно считается, что такие кеды носят хипстеры, хипстеры. Хотя мне тоже есть кеды этой фирмы, открою большую тайну. Но, Лисусь, ты готов идти, например, в той же колорадке, да, в своей вот этой рубашке и в шортах где-нибудь по Сакраменто, в таких цветастых. А есть, кстати, есть рубашка колорадка гавайская, знаете, она вся в пальмах, и вот с таким воротничком. Есть рубашки пола с воротничком, но мне такое не нравится, и я нет. Если я надел шорт, я бы не надел шорт и колорадку, вот, мне кажется, это несовместимо. А кеды и колорадка вполне, ну, я экскурсию так проводил в кедах и в колорадке. То есть, если будет прям сильно жарко, и это было, это правдано практическим смыслом, ты этого не сделаешь? Нет, я либо сниму колорадку, либо у меня есть, во-первых, белая колорадка без рукавов, то есть она белого цвета и без рукавов рубашка. Во-вторых, можно надеть брюки какие-нибудь там, те же даже белые, почему нет. Ладно, друзья. Ну, опять-таки, ожидание человека, вот он видит свечение, говорит, он в шортах, мне кажется, это как-то, ну, не то, что это грехом, но ходить в шортах, да, ну, просто, ну, такое вульгарное сочетание. Ну, это как, не знаю, ну, у меня плохие ассоциации. Ну, допишь, мы приходим, да, мы приходим к выводу, что музыка тоже может быть неуместна определённо, и определённые инструменты, они просто неуместны в церкви. Да, просто неуместны. Тут вопрос не о греховности стоит, а просто неуместности, да, да. Хорошо, ты говорил только что о множестве мероприятий, которые проходят в Анна Кирхе, и мы прекрасно знаем, ну, многие, кто знает, что такое Анна Кирхе, они знают, что там массу-массу мероприятий проходят. Это церковь, многие знают. Там был и рок-клуб, там был и ночной клуб, где, кстати говоря, мы с Женей раскатываем, к сожалению, или к счастью, не знаю, вместе бывали, но в разное время, и в разных мероприятиях, но бывали на этих рейвах. Я, по крайней мере, там бывал. Я не был на рейвах, я был на рок-концертах. Да, я был на рейвах, наоборот, на рейвах в 2000-х годах, в 90-х, в этой Анна Кирхе. Сейчас там проходит масса мероприятий, которые никакого отношения к церкви, ну, строго говоря, не имеют, да. Послушаем по этому поводу, я задал вопрос гордому. Глаз народа. Можно ли в церкви проводить не церковные мероприятия? Нет. Почему? Ну, сакральное место. Если церковь – это уже музей, как, в принципе, в Европе, да, можно. Скорее всего, нет. Все-таки церковь не до этого строится. Думаю, что нет. Почему? Ну, потому что это все-таки святыня. То есть нельзя в храме ни продавать, ничего. То есть никакой другой деятельности вести, только молитвы Господу Иисусу Христу. Можно ли в церкви проводить не церковные мероприятия? Не церковные, ну, я считаю, может быть, какие-то выставки или образовательные программы для детей, подростков. Почему нет? Не знаю. Нет, конечно, это же храм. Нет. Почему? Ну, потому что это не уважение к их идее, я думаю. Нет. Почему? Не культурно и не канонично. Ну, я думаю, нет. Почему? Ну, потому что там сама форма в церкви, все такая, как бы, для связи с высшими силами. Можно ли в церкви проводить не церковные мероприятия? Нет, конечно. Почему? Ну, это углумление над верующими, над самой церковью, я считаю. Ну, если это имеет отношение в церкви, к христианству тогда, да, если это имеет отношение непосредственно к этому, почему нет? Ну, вот так, друзья, вы слышали. Даша, что ты скажешь по этому поводу? Ой, страшно аж, если сейчас скажешь вслух, так подкараулят сейчас тут же. Ты же ходишь у нас и в православную церковь, ты ходишь и в ультуранскую церковь, посещаешь и там, и там, и всякие мероприятия, и имеешь такой взгляд широкий вот на все это, да, разносторонний, скажем так, а не так, как я, например, или как Женя, мы бываем в основном в тех местах. Религиозно заширенные фанатики. Да, 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 да. Вот, что ты скажешь по этому поводу? Я скажу, что, мне кажется, относиться к понятию мероприятия, проводить в церкви мероприятия не церковно, как стоял вопрос? Не церковно, можно ли в церкви проводить? Можно ли в церкви не церковные мероприятия, то есть все, что не служба получается, все, что не связано с молитвой, ну, то есть вот такой вот, то есть ты пришел на колени, встал, не знаю, перед иконой, вот это можно, все остальное нельзя. Но ведь церковь должна, церковь для того и строить, ну, то есть есть для того, чтобы какую-то часть своей жизни в ней проживать. И если там не будет происходить больше ничего, кроме каких-то непосредственных ритуалов, то вот эта вот наполненность в жизни, она пропадет, ну, мне кажется. Я, ты говоришь, ты сказала, что вот я хожу в православную церковь, я хожу в Федоровский собор, который на Миргородской, и там проходит большое количество мероприятий всяких разных, и там к этому, мне кажется, не относятся как к чему-то, что не должно. Но вообще вот эти вот все слова, осквернение, неуважение, ну, вот этот весь, понимаете, мы стали мыслить какими-то шаблонами, да, вот это как с покемонами. То есть как будто бы про покемонов идет речь. Я понял. Я, кстати говоря, а там в этом храме проходит собрание мероприятия прямо в главном зале, или там отдельное помещение? Нет, нет, там есть отдельное здание. Все-таки отдельное здание, отдельное помещение. Получается, что, по сути, это не в церкви. В Анна-Кирхе проходит прямо непосредственно в том помещении, которое предназначено, ну, по идее-то, для богослужений. Евгений Раскатов, давай. Да, но я скажу, что у нас не проходит ни церковных мероприятий. Все мероприятия, которые у нас проходят, они церковные. Вот это вот осквернение или что там, о сакральности, вот мы не разделяем сакральное и профанное. Вот нет такого деления. Вся жизнь, она жизнь человека, она как бы в церкви одна, а вне церкви другая? Конечно, нет. То есть человек, он христианин и в церкви, и вне церкви. Поэтому мы поступаем, ну, исходя из слова Божьего, из здравого смысла и из необходимости. Вот, ну, скажем, допустим, в туалет может быть в церкви или нет? Это является действием несакральным, сходить в туалет в церковь? Ну, наверное, нет, но все-таки это да. Потом, что такое вообще церковь? Церковь, это, вот я вам открою большую тайну, это там, где проповедуется слово и отправляется это таинство. Вот мы сидим сейчас на радиостудии. Мы, ну, допустим, мы, конечно, так за жизнь просто говорим, но если бы мы проповедовали слово, то есть отчастично это уже можно было бы назвать, ну, не глобальной, конечно, церковью, но так или иначе признаком церковности, по крайней мере. Вот, все мероприятия, которые у нас проходят, они имеют вот этот необходимый элемент. Перед каждым мероприятием, которое у нас проходит, я выхожу на сцену, иногда даже в кедах, и обращаюсь к тем, кто пришел. Я напоминаю о том, что это церковь, ну, немножко рассказываю об истории, и там, если есть праздник какой-то, о празднике расскажу. То есть даже мероприятия, которые у нас проходят, они церковные. Более того, они, многие идут на, ну, деньги, которые мы собираем, идут на реставрацию. И для нас это единственная возможность обратиться к городу, иметь общение с городом через эти мероприятия. Поэтому мы их вообще храним, очень-очень-очень, я так стараюсь просматривать их, ну, чтобы, конечно, какое-нибудь мероприятие, чтобы оно не сквернило, действительно, может быть, но, тем не менее, все мероприятия у нас церковные. Спасибо, Женя, спасибо, Даша. Послушаем еще раз у нас ролик про Госпол-фестиваль, да, и будем заканчивать сегодняшнюю эфир. Радио Теос приглашает всех желающих на международный Госпол-фестиваль, который пройдет 19 и 20 мая в Санкт-Петербурге. Зародившись на Юге Америки, музыка в стиле Госпол завоевала почитателей во многих странах, в том числе и в России. Фестиваль начнется с мастер-класса шведского Госпол-композитора Иоакима Арениуса, участники которого смогут стать частью международного сборного хора и выступить в основной программе фестиваля вместе с музыкальными коллективами из России, Финляндии, Швеции и США. Мастер-класс пройдет 19 мая в 18.00 в храме Архангела Михаила по адресу Санкт-Петербург, Средний проспект Васильевского острова, 18-Б. Основная программа фестиваля начнется 20 мая в 18 часов в древнейшей лютеранской церкви Петербурга, церкви Святой Анны, Анны Кирхи, по адресу Санкт-Петербург, Кирочная улица, дом 8. Организатор – централизованная религиозная организация Евангелическая лютеранская церковь Ингрии на территории России. Подробнее о фестивале узнайте в социальной сети ВКонтакте по ссылке вк.ком слэш спбгаспел. Друзья, это была программа «Глаз народа» Евгений Раскаторов, дьякон Евангелической лютеранской церкви Ингрии. Евгений. До свидания. И Дарья Сочнева, организатор госплфестиваля, про который вы только что слышали. Всем пока. Всего хорошего. Продолжение следует.